здравствуйте друзья сегодня поговорим об анатомических особенностях головы ребенка и головы старика пожилого человека человека скажем так элегантного возраста и начнем мы с головы ребенка примерно где-то с двух до трех лет мы знаем что мальчиков и девочек развитие идет по-разному особенно в этом возрасте поэтому возьмем некий такой вот люфт довольно приличный чтобы описать основные моменты ну во первых как мы знаем новорожденные рождаются с мягким подвижным черепом он позволяет мозгу развиваться и расти в течение первых лет жизни и естественно форма головы у ребенка она серьезно отличается от формы головы взрослого тем что она более широкая затылочная часть у нее более выдающаяся бывает так что форма головы немножечко меняется в зависимости от того в каком положении спит ребенок но это вещи которые характерны для самого первого периода начального периода жизни одной из наиболее распространенных форм головы является так называемая форма шлема когда верхняя часть головы оказывается немножечко более вытянутой ну или если вот мы сейчас посмотрим на портрет то действительно маска лица относительно общей массы головы она достаточно небольшая также существует понятие футбольного мяча это медицинский термин когда голова ребенка больше напоминает форму шара нужно понимать что естественно все дети глубоко индивидуальны если вы видите например что форма головы ребенка которого вы пишете она вытянута немножечко даже знаете конусообразно такая форма тоже есть на самом деле и это не является патологии и данном случае не нужно стремиться каким-то классическим канонам потому что мы это просто анатомическая особенность мы видим что лобные доли у ребенка они выдающиеся причем они серьезно выдаются вперед при этом носовая перегородка пологая она немножечко кажется что вдавленная это все возрастные моменты которые потом проходят и будут усугубляться в зависимости от того кто это мальчик или девочка если девочка то у нее как правило вот эта выпуклость лба часто сохраняется при этом у нее нет ярко выраженных надбровных дуг это характерная особенность мужского черепа нормой считается форма головы овальная со сплюснутым затылочным участком кости черепа имеют состояние так называемых мягких пластинок и вот в таком нежном возрасте они подвержены изменениям изменения происходят подчас молниеносно и это естественный процесс конечно чем ребенок старше тем его пропорции все больше стремятся к пропорциям взрослого человека как правило у детей с двух до трех лет средние пропорции следующие если мы посмотрим в профиль то линия бровей будет делить голову пополам и соответственно если мы возьмем расстояние от подбородка до линии бровей то нос кончик носа и основание носа будут делить пополам это расстояние а вот расстояние между глазом и ухом классическая от козелка до края наружного края глаза расстояние равно длине уха возрастной момент связанный с ухом еще и следующий угол наклона уха будет острее у младенца и соответственно у ребенка если мы сравниваем с взрослым человеком соответственно у детей постарше линии бровей глаз носа и рта будут медленно смещаться вверх пока глаза не достигнут центральной линии как и у взрослых людей также появится более выразительный подбородок а у детей младшего школьного возраста эти линии смещаются примерно наполовину дальше почти равны с пропорциями взрослых людей у малышей как на нашем портрете переносится не сформированно и слабо выделяется мы отметили что она округлая и значительно больше утоплена вглубь лицевой маски чем у взрослых хрящ носа также еще не сформирован пока он гораздо меньше чем будет тогда когда малыш вырастет чем меньше ребенок тем проще анатомия его носа на самом деле ноздри у малышей обычно большие и достаточно округлые скулы не выделяются поэтому щечки у нас просто за счет объема подкожного жира выделяются тональные губки у них пухленькие даже если они очень маленькие но большинстве случаев верхняя губа нависает над нижней вот на нашем портрете это ярко выражено подбородок значительно меньше чем у взрослых и тоже немножечко утоплен вглубь лицевой маски он недостаточно развит пока что еще поэтому не выдается вперед а под линией подбородка чаще всего есть складочка жира которая визуально удлиняет голову и дает и делает малозаметной шею работая над портретом взрослого человека в данном случае это у нас мужчина элегантного возраста мы учитываем его некоторые анатомические особенности ну вот смотрите рядом с детским портретом мы видим насколько разные лобные кости да взрослого они наоборот имеют вот угол противоположный детскому насколько во взрослом портрете возрастном глаз утоплен грубо говоря в глазную впадину и эту глазную впадину мы будем четко считывать по ходу развития этого такого набросочного портрета почему потому что происходит провисание мышц лица более того из кожи ушел коллаген в таком количестве в котором он был подкожный жир точно также он естественно присутствует но не в таком количестве как у ребенка то есть это не просто уже у нас изменение костной структуры это и объективные биологические процессы биохимические которые связаны со старением кожи вот сейчас на стадии буквально такого обозначения места для ухода мы видим во взрослом портрете что угол наклона здесь не такой большой как у ребенка но тут еще есть анатомическая особенность именно конкретно этого человека у него в принципе небольшой угол наклона уха плюс ко всему если мы внимательно посмотрим мочка свисает да наверное вы замечали у возрастных людей у них мочки ушей у дедушек в том числе не только у бабушек за счет сережек они немножечко провисают это тоже возрастная особенность а точно так же как и кончик носа со временем опускается если у ребеночка носик вздернутый у каждого у любого младенца он все-таки будет вздернутый потом формируется его портретные особенности связанные с его генетическим наследием то в принципе с возрастом любой даже если это курносый носик все равно кончик будет немножечко опускаться также особенно работая над цветным портретом над живописью мы должны помнить что с возрастом радужка глаз теряет насыщенность также будут терять насыщенность и губы так называемый вермильон красный край губы он будет такой еле розовый очень важный момент касающийся нижней части лица часто можно увидеть как у людей почтенного возраста челюсть либо сильно выдается вперед нижняя челюсть либо наоборот очень сильно вдавлена в лицевую маску дело в том что в связи с выпадением зубов альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей уменьшаются и за счет этого уменьшается весь лицевой отдел нижняя челюсть в итоге поднимается приподнимается наверх и подбородок выдается вперед то есть вот это как раз ситуация выдвинутая челюсть вперед с этим и связано либо в западающая челюсть назад если у человека стоит система до определенная зубная то в принципе можно полностью нивелировать вот этот возрастной момент и лицо в этом плане не будет чем-то отличаться от зрелого или молодого лица угол челюсти кажется приспущенным но это на самом деле происходит просто за счет того что опускаются кожные покровы вместе с мышцами и это делает такую вот визуальную картинку того что лицо опущенное и углы челюсти опущенные подбородок тоже свисает но тут простая логика если свисают мышцы то эти мышцы нужно просто тренировать ведь лицо у нас все состоит из мускулов практически и те же самые мышцы рта их тоже можно тренировать у женщин особенно это ярко выражено когда из губ уходит объем с возрастом появляются морщинки именно на круговой мышцы рта но мы же помним что это мышца а мышцу можно еще раз повторяюсь тренировать следовательно и простая простое объяснение почему лица спортсменов как правило выглядят моложе если они не на каких-то стероидах там и специальных добавках действительно выглядят морожен моложе потому что у них тренированные мышцы везде вот в этих рисунках мы сделали абсолютно одинаковые примерно одинаковые пропорции голов естественно голова взрослого человека будет больше чем у ребенка до трехлетнего но мне важно было показать на одном уровне приблизительно на одном уровне подбородки нас и глазки часть шеи уши потому что это проще запоминается на самом деле полезно один раз увидеть в сравнении с некоторыми вот такими комментариями конечно это очень большая интересная тема и это видео одной из многих которые последуют дальше и мы не раз еще вернемся к сравнительному анализу портретных характеристик